Традиционным в ходе проведения дня уполномоченного по правам ребёнка стали встречи с детьми. Татьяна Ковалёва встретилась с обучающимися старших классов, побеседовала с ними о вопросах соблюдения и защиты прав детей, соотношения обязанностей и ответственности. К сожалению, жизнь показывает, что во многих уголках планеты именно дети первыми и больше всего страдают от войн, от агрессии, от каких-то неправильных преступных действий взрослых людей. И поэтому очень важно, что есть такой день в году, который на уровне всего мирового сообщества принят международным днём защиты прав детей. Есть 1 июня – день защиты детей, а есть 20 ноября – это день защиты прав детей. С молодыми людьми Татьяна Ковалёва обсудила темы, касающиеся прав и обязанностей несовершеннолетних. Также подняла вопрос безопасного поведения в сети интернет, который сегодня является одним из актуальных. С каждым днём количество юных пользователей сети становится всё больше. И вместе с тем всё острее встает проблема обеспечения их безопасности в интернете. Не менее важной темой остаётся и профилактика правонарушений. На мой взгляд, очень важно, чтобы у детей формировалось такое комплексное понятие о том, что они с самого рождения наделены правами, с взрослением количество прав становится всё больше, но растёт и количество обязанностей, а также их ответственность за эти поступки, которые наши дети совершают. Надо их этим знанием вооружить. В завершении мероприятия Татьяна Ковалёва ответила на интересующие ребят вопросы. В свою очередь, школьники отметили важность данного мероприятия. Тема была достаточно интересной и познавательной. К сожалению, у нас присутствовали не все одноклассники, но мы сделаем всё возможное, чтобы до них тоже поступила информация. Наш класс, в частности, с преподавателем. Я сам сижу в социальных сетях и вижу, как другие дети моего возраста и младшие публикуют информацию о себе, свои номера в открытом доступе ставят. И приватность они никак не настраивают, и поэтому это может оказаться очень опасно для них же, но и для их семьи. В частности, это может быть серьёзный удар по бюджету. Далее уполномоченный по правам ребёнка по Краснодарскому краю провела приём граждан. С личными вопросами, касающимися реализации прав детей нашего района, к Ковалёвой обратились родители, законные представители, несовершеннолетние. Помочь разобраться в той или иной проблеме помогли заместитель главы района Татьяна Гриднева и начальник управления образования Александр Захарин. Почти два часа длилась встреча с жителями Лобинского района. Затем состоялся семинар на тему «Образовательная организация правового пространства». В работе совещания приняли участие руководители учебных учреждений района и учителя. На мероприятие обсудили проблему формирования в школах правового пространства, затронули тему соблюдения педагогами профессиональной этики, а также разрешение конфликтных ситуаций в образовательных организациях. В течение прошлого года к уполномоченному поступило более 2,5 тысяч обращений от жителей Краснодарского края. Из них 29 – из Лобинского района. И более 20 вопросов уже отправлено в текущем году. Как отметила Татьяна Ковалева, это небольшое количество по сравнению с другими муниципалитетами края. Обращений из других муниципальных образований по поводу нарушения прав детей на образование – огромное количество. Что касается Лобинского района, то фактически таких обращений нет. Это говорит о чем? О том, что, безусловно, проблемы есть, но они находят свое решение здесь, на месте. Там, где они возникают. И это очень отрадно. Главная задача всех структур власти – счастливое будущее и безопасность самого дорогого, что есть у общества, детей. Мероприятие, которое проходило сегодня в муниципальном образовании, ставило свои задачи. Так называемый день уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае на территории муниципального образования. Очень обширная была программа. Встречались и с лидерами школьного ученического самоуправления, встречались с амбутсменами, встречались с детьми-активистами. Дети задавали очень много вопросов. Был проведен прием граждан по различным вопросам и поднимались очень узкие вопросы, серьезные, которые необходимо решать на уровне края. И как бы завершением этого мероприятия была конференция, на которой выступила сама Татьяна Федоровна Ковалева, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае, где раскрыты были многие стороны работы, как должны работать наши помощники, которые находятся здесь на местном уровне. Мы, наверное, один из тех немногих муниципалитетов, где есть свой помощник уполномоченного по правам ребенка у нас в Лобинском районе. У нас в каждом учреждении есть человек, который отвечает за эту тоже работу. Это большая армия людей. Но во главу угла мы всегда ставили ребенка и стоим на защите его законных прав и интересов. И всегда в интересах ребенка будет работать эта большая масса воспитателей, наставников, руководителей школ. И, наверное, все мы, вся система профилактики, мы работаем в этом направлении. И если мы всеобщими усилиями будем достигать положительного результата, это большой плюс для всего муниципалитета. В завершении семинара уполномоченный по правам ребенка вручила удостоверение участникам Института уполномоченного по правам ребенка, который действует на территории района. В каждой школе есть свой уполномоченный по правам участников образовательного процесса. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».